Жизнь сотен жителей Черни фактически на помойке. Контейнерная площадка между домами превращается в огромную свалку каждые несколько дней. На десятки жалоб коммунальщики отвечают, работаем как можем. Специалисты народного контроля ЖКХ по поручению главы региона Алексея Дюмина отправились в поселок, чтобы встретиться с жителями и узнать, что мешает управленцам нормально делать свою работу. Буквально вчера я лично сама на шестом этаже убила, поймала крысу у нас в подъезде. Не дай бог. Откуда в доме крысы жители дома по Ленина 41 не сомневаются, бегут от мусорных контейнеров. Такие живописные фотографии тут можно снимать каждый день, уверяют жители. В 30-градусной жару она стояла по 10 дней не возилась. В 4 утра врачи, собаки дербанят эти пакеты, все разлетается. Но только заслышав о приезде специалистов народного контроля ЖКХ и нашей съемочной группы, управленцы засуетились и расчистили завалы. Эта тема на встрече коммунальщиков с жителями всплыла одной из первых. Представитель управляющей организации, скажите, пожалуйста, график вывоза мусора с контейнерных площадок на территории поселка Ча. Ежедневно проблема с автомобильной трампой, то есть для съездки, она обломается очень часто. То есть сейчас мы вывозим, на данный момент вывозим мусор в город Цельник. Но эффективность сомнительна. За полтора часа, что мы провели у дома, контейнеры наполовину наполнились. А вот это фото жительница Светлана Райкова прислала нам через несколько часов после нашего отъезда. На встрече приняли решение контейнеры перенести куда-нибудь подальше от дороги и детской площадки. Даже безобидная игра в салки на такой детской площадке превращается в бег с препятствиями. Перепрыгнуть через горы строительного мусора, потом продраться через заросли репейника и цикория. И главное не угодить вот в эту ловушку, дыру под бетонной плитой, которая притаилась в местных кустах. Скосить траву жители, предположим, могли бы и сами. А вот растрескавшиеся швы бетонных блоков на домах доверили профессионалам. Но ни зачистки, ни утепление пены и, словом, ничего из того, что входит в понятие ремонт, не дождались. У них было такое ведерко самодельное из-под краски. На палку была наматана тряпка и по старым швам просто промазывали. Общая стоимость швов оказалась равна 114 тысячам. Не прошло и месяца, как даже эта затирка растрескалась. Другая подготовка к зиме тоже не продвинулась. Теплосети вместо дома уже много лет отапливают подвал. Вы на настоящий момент одна из Тульской области в основном не отчитались ни по одному дому. Ни по присовке, ни по ДВК, ни по вентиляции. Нет, чтобы закончить ситуацию, чем надо еще две недели? Все будет готово. А, 1 сентября, надеюсь, принесете. Долги перед ресурсниками у УК «Любимый дом», кстати, перевалили за 5,5 миллионов. Жители об этом знают, продолжают сетовать, жаловаться, правда, взять дело в свои руки, провести собрание, сменить УК или создать ТСЖ. Почему-то не хотят. Разводят руками, кто же нам разрешит. Словом, свыкнуться с мыслью, что собственники и есть хозяева в доме, жителям еще сложно. Разве что завалы мусора и грызуны чуть подтолкнут их к самостоятельности. Алина Фурсенко, Алексей Петрушин, Вести Тула.